Итак, добрый вечер. Поставьте, пожалуйста, по 10-бальной шкале, насколько меня хорошо видно и слышно. Если меня видно и слышно, ставим десятку. Спасибо, спасибо. Очень хорошо. Ну что ж, очень рада вас видеть. Поздравляю вас с окончанием 15-го каталога и с началом 16-го каталога. Сегодня мы с вами будем говорить о 8 видах дохода, которые есть в компании Арифлейм. Подробно рассмотрим, за что нам компания платит и что нужно делать для того, чтобы зарабатывать в компании Арифлейм. Прежде чем начнем вебинар, давайте мы с вами напишем, кто откуда. Посмотрим географию нашу. Напишите, пожалуйста, регион, откуда вы. Москва, Светлана. Так, Вадим. Томск. Так, Новочебоксарск, Чувашская республика. Так, кто еще откуда? Татарстан. Очень хорошо. Видите, география у нас большая. Ну, представлюсь, да, для тех, кто может быть первый раз сегодня на вебинаре. Меня зовут Любовь Хованская, менеджер проекта BMD21 в сотрудничестве с компанией Арифлейм. Я живу в городе Новочебоксарск, Чувашская республика. Итак, давайте мы с вами сегодня рассмотрим, какие виды дохода есть в компании Арифлейм. Так, сейчас я слайды перезагружу. Итак, мы все с вами являемся участниками проекта BMD21. И мы работаем в сотрудничестве со шведской косметической компанией Арифлейм Косметикс. Все мы знаем это, и нам всем интересно, да, часто возникает вопрос, какие же виды дохода есть в компании Арифлейм. Сегодня мы с вами как раз об этом и поговорим. Так, слайды почему-то в обратную сторону. Сейчас сделаем мы вот так. Все нормально. Итак, начинаем. Если вы не особо любите считать, если вы не особо любите математику, то, в общем-то, можно сильно не волноваться, потому что компания сама все это высчитывает, все это высчитывает компьютер. Наша задача сегодня просто понять, за что и за какие действия нам компания будет платить. Когда мы приглашаем в проект BMD21, мы всех приглашаем зарабатывать. Причем зарабатывать не на текущие, да, это тоже, конечно, есть, но мы именно говорим о своих мечтах, мы говорим о больших целях, которые мы перед собой ставим. И наверняка у всех у нас они есть. И вот сейчас как раз мы с вами и рассмотрим виды дохода. Итак, первый вид дохода – это экономия. Да-да, то есть вы здесь как бы правильно понимаете именно экономия, потому что экономия – это тоже вид заработка. Все мы знаем, что мы покупаем напрямую у производителя, и мы покупаем с 20% скидкой на любой заказ. Ну, например, да, если заказ у нас 1000 рублей, то мы платим всего лишь 800 рублей. Вот эту разницу в 200 рублей можно использовать по своему усмотрению, да, можно закинуть на телефон, можно купить продукты какие-то. То есть это первый вид заработка. Итак, если вот это понятно, и вы считаете, что это вид заработка, экономия – это тоже заработок, поставьте, пожалуйста, цифру 1. Итак, первый вид заработка, цифра 1 – это экономия. Это всем понятно. Дальше. Угу, спасибо всем. Идем дальше. Следующий вид экономии, ой, следующий вид заработка – это немедленная прибыль. До 32% немедленной прибыли, немедленной выгоды с розницы. Как это происходит? То есть у нас у всех есть каталоги. Мы, например, да, вот есть категория людей, которые очень любят продавать. То есть таких всего по, как бы, да, по мнению специалистов всего 5% на земле. И вот если вы любите продавать, если вам это доставляет удовольствие, да, если у вас это хорошо получается, вот я очень рада, что у вас это получается. Я, например, ну, я не умею, наверное, продавать так, как умеют некоторые люди. Но, тем не менее, это немедленная прибыль, это тоже вид заработка. И работая с каталогом, показывая каталог своим друзьям, родственникам, знакомым, мы также можем зарабатывать. То есть нам делают заказы по потребительским ценам, это цена каталога. Мы же берем продукцию непосредственно в компании по дистрибьюторским ценам. Это наша цена, цена консультанта, цена партнеров компании Reflame. И вот эта разница, это как раз немедленная прибыль. Вы можете зарабатывать на продажах, если вам это интересно, если вы любите это делать, и если у вас это хорошо получается. Но это не основной вид заработка, поэтому у тех, у кого это, например, не очень хорошо получается, можно этому научиться, но можно сильно из-за этого не огорчаться, потому что есть другие виды заработка, которые приносят наибольшие доходы. Итак, если это понятно, что немедленная прибыль – это тоже вид заработка, поставьте, пожалуйста, цифру 2. Спасибо большое за обратную связь. Итак, мы идем дальше. Третий вид заработка. Он звучит таким образом. От 3 до 22% возврат с личных объемов покупок. Именно здесь рассматривается личный товарооборот. Например, вы за каталожный период делаете личный товарооборот. Лично – это значит на ваш номер, вы сами заказываете на свой номер. Ну, допустим, 200 баллов. Все вы знаете, наверняка, что в компании «Арифлейм» есть внутренняя валюта, балл-бонуса. Для чего ввели вообще эту систему балл-бонуса? Компания работает в 64 странах мира. Соответственно, в каждой стране своя валюта. В каждой стране, ну, например, Казахстан – это Денгея, Украина – это гривны, Белоруссия – это зайчики, Европа – это евро, где-то доллары и так далее. То есть в разных странах разная валюта. И было бы очень неудобно считать ваш товарооборот в разных валютах. Давайте рассмотрим такой пример. Допустим, у вас появился партнер в Казахстане, у него товарооборот в Тенге. То есть вот, чтобы не высчитывать, сколько вам нужно платить с товарооборота в Тенге, переводить это в рубли, есть внутренняя валюта компании, балл-бонуса. Один балл-бонуса примерно равен одному доллару. Так вот, если мы делаем товарооборот на 200 баллов, личный, на свой номер, примерно 200 долларов, то ваш доход будет составлять 3%, то есть около 6 долларов. Если вы лично делаете, допустим, 3000 баллов за каталог товарооборот или на 3000 долларов, то ваш процент, вам за это будут платить 15%, то есть ваш доход за личный товарооборот будет составлять 450 долларов. Если вы делаете личный товарооборот на 7,5 тысяч баллов, примерно 7,5 тысяч долларов, то процент, который вам будут платить, это будет составлять 22%. Или если пересчитать на ваш доход, то это будет 1650 долларов. То есть вот это все идет за личный товарооборот, не за групповой. Понятно, смогла объяснить? Поставьте, пожалуйста, плюсик, если я это смогла объяснить. Если возникают какие-то вопросы, вы можете в чате их писать. То есть мы их сразу будем параллельно рассматривать. Если 150 баллов, то высчитываем 3% от 150 баллов. То есть сколько это будет, да? Так. Один это что, Григорий? Все понятно, хорошо. Так. Виталий тоже, все понятно. Итак, это мы сейчас рассматривали за личный товарооборот. Но фирма говорит, не обязательно самому столько продавать. Не обязательно самому делать такой товарооборот, личный товарооборот. И он вводит, фирма вводит четвертый вид дохода. Это четвертый вид дохода называется так. Возврат от 22 до 4% с групповых объемов покупок. Именно здесь идет уже с групповых объемов покупок, а не с личного товарооборота. Ну давайте рассмотрим на конкретном примере. Когда мы начинаем приглашать людей и выстраиваем структуру покупателей и партнеров, с этой группы мы получаем доход. То есть за работу с этой группы мы получаем доход. Каким образом высчитывается доход? Например, ваша группа делает товарооборот 1000 баллов суммарно. Вы делаете товарооборот 200 баллов. Получается, что суммарный товарооборот вашей группы это 1200 баллов. У нас есть четкая структура, за какой товарооборот сколько процентов будут платить. Если 1200 баллов, то посмотрев на таблицу, мы видим, что за это нам будут платить 9%. Группа на 9%, вы тоже на 9%. То есть работая с первой группой, мы обучаемся. Мы учимся приглашать людей. Работая с первой группой, мы учимся работать с командой. Мы учимся делать личный товарооборот. И до каких же пор мы учимся? До тех пор, пока в первой группе не появятся два партнера, лично вами приглашенные активные партнеры. Как только вы находите двух людей, двух партнеров, активно приглашающих, которые развиваются, да, не только как потребители сами себе берут, но они также приглашают, они также обучают людей, они также сами обучаются, то вы начинаете строить вторую группу. И вот со второй группой уже идет немножечко другой доход. Итак, давайте просмотрим такой пример. Итак, первая группа, с которой вы работаете, она у вас, допустим, сделала групповой товарооборот 5200 баллов. Вторая группа, вторая ветка, так называемая, да, как мы еще говорим, она сделала товарооборот 3400 баллов. И ваши личные 200 баллов. Каким же образом здесь будет распределяться доход? То есть здесь вы будете получать разницу между товарооборотом вашей группы и вами. То есть суммарный товарооборот вашей группы в данном случае составляет 8800 баллов. Напишите, пожалуйста, в чате, сколько это будет процентов. Просто цифрами, без знака процент, просто цифрами напишите. 22, Вадим. Остальные? Правильно. Это 22 процента. То есть вы находитесь, спасибо всем, вы находитесь на уровне 22 процента. Первая группа, которая сделала товарооборот 5200 баллов, она находится на уровне 18 процентов. Вторая группа, которая сделала товарооборот 3400 баллов, она находится на уровне 15 процентов. И вот разницу вам компания будет платить за работу с этими командами, за работу с этими группами. За работу с первой командой, 18% группой, вам компания будет платить 4%. За работу со второй командой, то есть 4 откуда появилось, 22 минус 18, это 4%. За работу со второй командой она вам будет платить 7%. То есть здесь 22 минус 15, 7%. То есть вот это ваш доход за работу с командами, за работу с группами. Да, правильно, Светлана, 4% от объема 5200 баллов. Понятно, это объяснила? Смогла объяснить? Поставьте цифру 5, если объяснила. Угу, спасибо. Так, хорошо. Остальные? Спасибо. Итак. Угу. Если, то есть наша задача, да, помогать нашим партнерам. Так, вторая группа, это те... Виталий, давай мы с тобой сделаем так. Мы после вебинара с тобой, я с тобой отдельно созвонюсь и объясню. Хорошо, договорились? Все, хорошо. Итак, вот у вас первая группа, которая находится на уровне 18%. Она, допустим, вышла на уровень 22%. Сделала товарооборот более 7500 баллов. И у нас получается следующая картина. Одна группа находится на уровне 22%. Вы находитесь тоже на уровне 22%. А мы знаем, да, мы говорили до этого, что нам компания платит разницу за работу с командой, за товарооборот по командам. То есть 22 минус 22% получается ноль. Так? Поставьте плюсики, если вы это поняли, услышали. То есть получается, вам ничего не нужно платить. Но на самом деле здесь компания говорит, за то, что вы работаете с командой, за то, что вы развиваете команды, за то, что вы помогаете ими, выращиваете лидеров, компания вводит пятый вид заработка. И этот вид заработка называется таким образом. 5% с товарооборота лидеров, которые вышли на уровень 22%. Ну вот рассмотрим, да, ситуацию. То есть одна группа у вас находится на уровне 22%. 22 минус 22 мы говорили ноль, но у компании есть с уровня 22%, а новый вид дохода это 5%. С товарооборота 10 тысяч баллов. Ну посчитаем, допустим, да, 5% с товарооборота 10 тысяч баллов. Это будет примерно 500 долларов. 500 долларов это за один каталог. Сколько каталогов в году? Напишите, пожалуйста, в чате, сколько каталогов в году. Очень хорошо. 17 каталогов в году. Теперь посчитайте. 17 каталогов в году мы умножаем на 500 долларов, которые платит компания за группу с товарооборотом 10 тысяч баллов. Сколько это получится за год? Правильно, Светлана, видимо, бухгалтер, да, очень быстро считает. 8,5 тысяч долларов вы получаете за, точно угадала, 8,5 тысяч долларов вы получаете за то, что вы один раз научили лидера этой группы, лидера этой команды работать, помогли ему, поддерживали его. И вот вам пожизненно компания будет платить 500 долларов, но это при условии, да, что 10 тысяч баллов товарооборот, но он же может быть и больше. То есть вот вам постоянно будут платить 5% за всех лидеров первого уровня, то есть за всех людей, кого вы пригласили в первый уровень и помогли им выйти на уровень 22% выплат. Смогла это объяснить? Поставьте цифру 7, если вот это было понятно. Хорошо, а вот теперь представьте картину, что у вас не одна группа 22%, а представьте, что их у вас 2, то есть 8,5 тысяч мы умножаем на 2, да, получается у нас 17 тысяч долларов в год. Представьте, что их 4, 5, 6, 10, то есть количество групп таких может быть абсолютно разное, и уже тут зависит от наших амбиций, да, от того, какому количеству людей мы помогаем выйти на уровень 22%. Итак, это понятно, теперь мы идем дальше. Есть в бизнесе вообще, да, в финансах такое понятие, как линейный доход и резидуальный доход. Что такое линейный доход? Это когда за один раз выполненную работу мы получаем доход один раз. Ну это вот обычная наймовая работа, так быть, то есть, ну например, да, я учитель, я иду на работу утром в школу, провожу уроки, и в конце месяца я получаю зарплату. Если я не провожу уроки, зарплату я не получаю. То есть это любая наймовая работа, зарплата выплачивается вот по такому принципу, да, то есть это линейный доход. Один раз делали работу, один раз получили доход. Есть понятие резидуальный доход. Это когда за один раз выполненную работу доход идет многократно. Каким образом есть, то есть, что за резидуальный доход есть в компании Reflame? Это шестой вид дохода, он так и называется. Резидуальный доход за развитие директорских команд. Директорская команда это та команда, которая вышла на уровень 22%. Итак, вот представьте, да, вы, вы пригласили одного человека, он стал директором, да, вышел на уровень 22%. Нам с товарооборота этого, этой команды сколько платит? Кто помнит, быстренько в чате пишем, сколько процентов? Пять процентов, правильно. Теперь, у этого человека, которого вы пригласили и помогли ему выйти на уровень 22%, появился новый директор, да, появилась новая 22% группа. Это лидер второго уровня. То есть вот за работу с лидерами второго уровня вам компания будет платить 22%. За работу с лидерами третьего уровня будет платить половину процента 0,5%. За работу с лидерами четвертого уровня 0,25%. За работу с лидерами пятого уровня 0,125%. И за работу с лидерами шестого уровня вам компания будет платить 0,625. То есть кажется, что это очень мало. Но, если переводить это в деньги, если посчитать ежекаталожно, сколько это выходит, если у вас в глубине, да, на втором, на третьем, четвертом, пятом, шестом уровне растут новые директора, это получается очень хорошая сумма. Поэтому выгодно не только приглашать лично и растить для себя директоров. Очень выгодно помогать другим, чтобы у них появлялись новые директорские команды, да, чтобы 22% команды появлялись. Это очень выгодно, потому что за эту работу вы тоже будете получать резидуальный доход. Один раз поработали, один раз научили человека работать. И за это вам постоянно компания будет платить процент. За один раз сделанную работу. Вот это как раз и есть резидуальный доход. Но, теперь вопрос. Вот скажите, пожалуйста, если компания готова платить за товарооборот, команд, который находится на пятом, на шестом уровне, да, то есть, может быть, вы их даже уже лично и не будете сопровождать. Как думаете, можно сказать, что компания надежная? Вот поставьте цифру 8, если вы считаете, что компания надежная, если она готова платить даже за лидеров, которых, может быть, вы лично и не будете знать. Я тоже так же считаю, очень надежная компания. И для того, чтобы научиться, для того, чтобы у вас появлялись директора, да, в глубине, 22% группы появлялись в глубине, этому тоже нужно учиться. То есть, когда мы хотим стать врачами, мы все понимаем, что нам нужно идти учиться. Когда мы хотим стать юристом, там, да, учителем, инженером, неважно кем, бухгалтером, мы все понимаем, что для этого нужно учиться. Вот и в этом бизнесе то же самое. Для того, чтобы научиться помогать, научиться выращивать, скажем так, да, на 22% группы, этому тоже нужно учиться. Итак, мы обучаемся, мы развиваемся, мы помогаем другим людям, и вот именно за это нам компания платит. Вот особенность бизнеса в компании в том, что компания очень хорошо поощряет за помощь другим людям. Если ваши люди, если наши люди начнут зарабатывать, то и мы будем зарабатывать. То есть, ну, например, да, такой пример, ну, может быть, он грубый покажется, но тем не менее. Если человек, которого пригласили вы, будет зарабатывать 100 рублей, вам, допустим, платят с этого 10%, вы зарабатываете 10 рублей. Если человек, которого вы пригласили, научится зарабатывать 1000 рублей, вы за это будете получать те же самые 10%, то есть это 100 рублей. Если человек, которого вы пригласили, научился зарабатывать 100 тысяч, сколько вы будете получать? В чате пишем быстренько, кто быстро считает? 10 тысяч, то есть, смотрите, да, если ваш человек научился зарабатывать, если вы его научили этому, то и вы зарабатываете. То есть, настолько продуманная система, да, помогая другим, мы развиваемся сами. Итак, это понятно, вид дохода? Поставьте, пожалуйста, цифру 9, если я это смогла объяснить. Спасибо всем. Итак, мы с вами теперь идем дальше. Мы сейчас рассмотрели 6 видов дохода, но мы говорили о 8 видах дохода. Вот 7 и 8 виды дохода – это доходы за ваши амбиции. Это за ваши желания, за ваши мечты и за ваши амбиции. То есть, что это такое? Это бонусы за активность и бонусы за рост и развитие по карьерной лестнице. Вообще, в Арифлейм очень выгодно быть активным. Компания награждает нас за то, что мы активные. Ну, например, да, вот все мы наверняка видели фотографии и слышим периодически, если мы смотрели, изучали карьерную лестницу, то мы знаем, что за достижение тех или иных уровней нам компания выплачивает единовременные премии. То есть, она их платит один раз за то, что мы достигли того или иного уровня. На уровне директора это 1000 долларов, по курсу Центробанка причем, да, по текущему курсу. С уровня старшего директора 1500 долларов, с уровня золотого директора 2000 долларов, с уровня старшего золотого директора 3000 долларов, сапфировый директор 4000 и так далее, и так далее, и так далее. То есть при достижении каждого уровня по карьерной лестнице, компания нам платит премию за то, что мы достигли этого уровня. Причем, наверное, консультанты компании это одни из немногих людей, которые радуются, когда растет курс доллара. То есть чем выше курс доллара, тем выше премия в рублях получается. Дальше. С уровня директора мы можем участвовать в автопрограмме. То есть компания финансирует покупку автомобиля. Ежегодный отдых в разных странах мира это тоже один из видов дохода. Причем отдых идет полностью за счет компании. Проживание, перелеты, развлекательная программа это все идет за счет компании. Банкеты директоров, признание мирового уровня. Банкеты директоров это мероприятие, которое проходит один раз в году в Москве. В июне, обычно это середина июня. Это мероприятие, где собираются лидеры со всей страны. То есть лучшие ведущие, лучшие звезды, шоу-звезды, эстрады, они выступают на этих мероприятиях, на этом мероприятии. Дальше. Лучшие рестораны Москвы обслуживают это мероприятие. Ну и, конечно же, это признание. То есть приглашают вас на сцену, вам дарят чеки. Это признание на уровне страны. И признание на мировом уровне, когда на разных международных конференциях идет так же. Вас приглашают на сцену, вам вручают чеки, вас поздравляют, награждают и так далее. Ну и, конечно же, очень большой плюс это бизнес по наследству. Все, что мы делаем, мы можем передать своим детям по наследству. Это составляется соглашением между вами, наследником и компанией. И вы, работая в компании сейчас, развиваясь в компании, все это можете потом оставить своим детям. Вот этот момент меня тоже очень сильно мотивирует, скажем так. Потому что, когда я подумаю, что я могу оставить своему ребенку, работая в школе. Я понимаю, что работа в школе, она вот, ну она мне нравится, да, это вот великолепно все, воспитывать детей, обучать их, помогать им. Но, что я оставлю? Я могу оставить максимум эту библиотеку по педагогике. Вот. Здесь я могу оставить бизнес, который поможет моему ребенку. Во-первых, да, она может уже дальше сама развиваться. Ну и, конечно же, у нее она будет обеспечена. Вот это меня очень сильно мотивирует, то, что это бизнес по наследству. Менеджерские конференции с уровня менеджеров. Уже раньше не было этого, да, последние несколько лет. Компания с уровня менеджеров тоже организует конференции. В этом году эта конференция была в Сочи. До этого это была конференция в Шарм-эль-Шейхе. В следующем году это будет конференция в Болгарии. То есть даже с уровня менеджера уже компания приглашает своих партнеров, активных партнеров в заграничные поездки. Автопрограмма. Уже я говорила, да, у нас очень много людей. Ну вот это вот реальные фотографии, то, что вы видите здесь на слайдах. Это реальные фотографии живых реальных людей, которые получили, которые участвовали в автопрограмме, участвуют в автопрограмме и получили автомобиль от компании. На самом деле это реально. И практически каждый новый директор, выходя на уровень директора, закрывая звание директора, они сразу же уже участвуют в автопрограмме. Это реально. Вот если брать наш город, да, Чебоксары, Новочебоксарск, очень часто можно увидеть машины по автопрограмме. То есть на них либо надпись «Арифлейм», либо надпись «БМД-21». Это реальные истории, это реальные люди. Дальше. Заграничные поездки. С какого уровня они начинаются, да? Когда вы двоим людям помогаете стать директорами. То есть кто такой директор? Это человек, который организовал со своей командой товарооборот в 7,5 тысяч баллов и более, вышел на уровень 22% и в течение 8 каталогов подтвердил это звание. Это директор. Вот если у вас два таких директора в первом уровне, то вы получаете следующее звание – это золотой директор. И с уровня золотого директора начинаются заграничные поездки, международные конференции в европейские страны. То есть, опять же, да, повторяю, это поездки полностью за счет компании, перелет, проезд, проживание, питание, программа – это все идет за счет компании. В 2015 году это была Валенсия. Дальше. В следующем году это будет круизный лайнер по пяти странам. То есть в следующем году это будет юбилейная конференция по пяти странам. Компания поощряет своих лидеров за то, что они активно работают и помогают своим людям расти. Поставьте, пожалуйста, плюсик. Смогла я это объяснить? Что за вид дохода? Седьмой, восьмой вид дохода. Это доходы за активность. Это бонусы за активность. Это бонусы за лидерство. Это бонусы за рост по карьерной лестнице. Спасибо. Итак, ну и вот та самая карьерная лестница, которую мы все знаем. То есть самое начало, первые ступеньки – это консультант. Вообще до уровня директора – это идет процесс обучения. Мы обучаемся. Консультант – это партнер, который находится до уровня 9%. Это человек, который учится приглашать, учится сопровождать людей, помогать своим людям. Вот это все идет обучением. Менеджер – это человек, у которого уже есть активные партнеры, и он помогает им дальше расти, развиваться. Дальше. Если человек выходит на уровень 22%, команда выходит на уровень 22%, то лидер команды получает звание старший менеджер. Я уже говорила, в течение восьми каталогов подтверждаем это звание, и мы получаем звание директора. Что мы получаем с уровня директора? Во-первых, это единовременная выплата в 1000 долларов. Дальше. Приглашение на банкет директоров, участие в автопрограмме. Ну и доход от 30 до 30-40 тысяч в месяц. То есть это вот самая первая такая уже более-менее серьезная ступенька, с которой все самое интересное может быть и начинается. Дальше. Если мы двоим людям помогли, это уровень золотого директора. Троим людям помогли, это уровень старшего золотого директора. Четверым сапфировый директор. С уровня... Если мы шестерым людям помогли стать директорами, то это уровень бриллиантового директора. С этого уровня компания дарит автомобиль Вольво. Причем с страховкой на 3 года. То есть для тех, кто разбирается в этом, вы понимаете, сколько может стоить страховка Вольво. Ну вот, насколько я помню, я могу ошибаться. Вот те лидеры, которые в этом году получили Вольво, их страховка стоит около 500 тысяч. Полмиллиона на 3 года. Вот вы можете себе позволить такую страховку на 3 года, застраховать машину на полмиллиона. С уровня бриллиантового директора, ну вообще уровень бриллиантового директора это такой статус, когда компания очень много поощряет уже. То есть это бизнес-встречи с руководством компании, это VIP-зона на всех мероприятиях, это 2 раза в год поездки за границу, это бриллиантовая конференция и золотая конференция. То есть уровень бриллиантового директора это доход порядка 200-300 тысяч в месяц. Вот вас, кого бы устроил такой доход для начала, поставьте цифру 5. Кто бы хотел такой доход для начала? Я даже сама не поленюсь и поставлю цифру 5. Потому что я тоже, да, Катя, я с тобой абсолютно согласна, можно много пятерок ставить. То есть вот это, да, Светлана абсолютно согласна, для начала, вот это тот уровень, с которого, ну скажем так, самый вкусный, самый интересный уровень. Все, что до уровня бриллиантового директора, да, это приятно, но бриллиантовый директор это как раз уже такой нормальной человеческой жизни, скажем так. Когда ты не думаешь, что сколько стоит, что ты можешь себе позволить, а что ты не можешь себе позволить. Теперь давайте посмотрим, как же растет доход лидеров. Вот раньше и сейчас, да, по новому плану успеха, то есть раньше годовой доход старшего менеджера был около 250 тысяч, сейчас 330 тысяч. Раньше годовой доход директора был около 300 тысяч, сейчас около 400 тысяч. Старший директор, раньше не было этого звания, сейчас это около 600 тысяч. Вы видите, компания делает все, чтобы нам было приятно работать, то есть она нас за это поощряет. Наша задача только делать то, что необходимо, чтобы дальше развиваться. Теперь, что же, давайте еще подведем итоги, да, какие виды дохода есть в компании. Первый вид дохода это экономия, мы с вами говорили, все, что сэкономлено, мы можем потратить на какие-то другие нужды. Второй вид это за личные консультации по продукции. Если вам очень нравится продавать, пожалуйста, если вы не умеете это делать, не нужно себя заставлять насиловать. Вот, вы можете просто показывать каталог друзьям, знакомым и делать таким образом товарооборот. Третий вид это за большой личный товарооборот. Именно здесь, видите, подчеркнуто, да, за большой личный товарооборот. Когда мы делаем личные не 100, не 200, да, а 500, 600, 1000, 2000, 3000 баллов. Есть такие люди, которые делают это, но компания говорит, что не обязательно самому это делать, потому что есть четвертый вид дохода, это за приглашение и обучение ваших людей, то есть по-другому спонсирование называется. Этот вид дохода за вашу работу с вашими людьми, то есть как вы работаете с вашими людьми, вот так компания и будет платить. Как я работаю со своими людьми, вот так компания и готова платить. Это четвертый вид дохода за работу, за нашу работу с нашими людьми. Вот я просто хочу вам, ну как бы, да, такой момент открыть, что вот все в команде это наши люди, у нас нет не наших людей. Неважно, кто пригласил, я, ты, кто-то другой, да, это все, вся это ваша команда. Вот все, что вы увидите в информационном листке, а я вам покажу потом, как это смотреть для тех, кто еще не знает, это ваша команда. Даже если вы их не знаете, вы с ними можете созвониться и познакомиться. Это ваша команда. Дальше. Пятый вид дохода – это за обучение лидеров. За то, что вы помогаете им становиться лидерами и выходить на уровень, на директорский уровень. Шестой вид дохода – это за то, что ваши лидеры стали учителями. То есть это те самые небольшие проценты, да, 0,5%, 0,125%. То есть это те самые небольшие проценты за то, что ваши люди, ваши лидеры научились другим людям помогать. И у них уже появились свои директора. Вот за это тоже компания платит. Седьмой вид дохода – это премии за активность. Дальше. Вы, если ваш товарооборот растет, если ваша команда развивается, компания платит за это дополнительные бонусы и дополнительные премии. Ну и восьмой вид дохода – это за ваши амбиции. Кем вы хотите быть? Вот найдите на карьерной лестнице «Арифлейм» ту ступеньку, кем вы хотите быть для начала. Вообще мы всех людей приглашаем на начальный уровень. Это уровень бриллиантового директора. Это доход от 200-300 тысяч рублей в месяц. Вот на этот уровень мы изначально приглашаем. А все, что по пути, вы просто соберете. То есть первая цель, самая большая, ваша амбиция – это уровень бриллиантового директора. И пока вы идете до уровня бриллиантового директора, вы получаете чек за директора – тысячу долларов. Считайте, сколько это будет суммарно. За звание старшего директора – полторы тысячи долларов. За звание золотого директора – две тысячи долларов. За звание старшего золотого директора – три тысячи долларов. За звание сапфирового директора – 4 тысячи долларов. И за звание бриллиантового директора – 6 тысяч долларов. Сколько получилось суммарно? По пути вы собрали? 14 с половиной. Так, что-то где-то потерял вроде, нет? Остальные не посчитали? Полторы. Ой, тысячу. Полторы. Две, три, четыре, шесть. Ну вот посчитайте, да, сколько там получается. 17 с половиной тысяч долларов на самом деле, да? Да, 17 с половиной тысячи долларов вы получаете по пути, пока вы идете. Очень хорошо, Виталий, что мозг вскипел. Вот этот доход, вернее, не доход, это дополнительные премии, которые вы получаете за то, что идете к первой своей цели. Уровень бриллиантового директора. За то, что вы идете к своей, ну скажем так, к той жизни, в которой вы хотели бы жить. Итак, 8 видов дохода, все понятно, поставьте, пожалуйста, цифру 6, если все понятно, какие виды дохода есть в компании. Спасибо всем за обратную связь. Итак, а вот теперь вопросы к вам. Вот скажите, пожалуйста, кто из ваших знакомых знает обо всех возможностях бизнеса? Кто? Вот именно вот так, чтобы все 8 видов дохода они знали. Как правило, да, никто не знает, да, дальше, кто им об этом расскажет? Вы или кто-то другой расскажет, и он уйдет в другую команду. И что мы сейчас начнем делать? Что мы сейчас начнем делать? Что нужно делать? Вот сейчас как раз вспомним, да, что нужно нам делать. Итак, первое, это провести 300 личных встреч, собеседований, да, то есть это те встречи, которые вы отмечаете прям, и проведя 300 встреч, вы на уровень директора выйдете точно. Это первую ступеньку вы преодолеете. Дальше, прям вот на листочке можно разлиновать 300 квадратиков, 300 кружочков, да, и заполнять. Вот сегодня одному человеку рассказали о возможностях, поставили дату, и все. Дальше, сегодня двоим, допустим, рассказали, значит, в двух кружочках пишем, 14 ноября, 14 ноября, завтра рассказали еще одному, 15 ноября, послезавтра рассказали троим, 16, 16, 16 ноября. Вот таким образом мы заполняем свои 300 встреч. Дальше, изучить 25 книг по этому бизнесу. Какие книги? Есть определенный список книг по бизнесу. И вот подумайте, те, кто уже давно пришел, да, сколько книг вы изучили? Виталий, я вам скину перечень. И те, у кого есть аудиокниги, да, давайте сегодня выложим в общий командный чат. Хорошо, и Светлане тоже. То есть у кого какие аудиокниги есть, мы сегодня выкладываем в общий командный чат для того, чтобы все смогли это изучить, эти книги изучить. Посещать все. Что мы посещаем? Да, что мы изучаем? Посещаем вебинары. Каждый день у нас 12. Там разные, Катя. И по мотивации, и по бизнесу, и по командообразованию, и по лидерству. Очень разные книги. Итак, что мы посещаем? Мы посещаем вебинары. У нас вебинары идут в 12 часов, в 8 часов и в 9 часов вечера. Каждый день с понедельника по пятницу. График вебинаров мы каждое утро выкладываем в общем чате. Дальше. Мы посещаем парады успеха. Каждое воскресенье в 10 часов парад успеха. Это награждение новых результатов за прошедшую неделю. Раз в 3 недели по итогам каталога проходят парады успеха каталожные. Это все новые результаты, все новые звания по итогам каталога. Дальше. Онлайн парады успеха. То есть даже не онлайн, прямой эфир, скажем так. Оффлайн парадов успеха. То есть вчера в Чебоксарах, например, был парад успеха оффлайн. И была прямая трансляция этого парада успеха. Ссылки были. То есть вот это мы все посещаем. Для чего? Для того, чтобы обучаться. Даже вот на таких парадах успеха. Вот мы, например, да, мы сидим с тетрадками, с ручками. Потому что когда какой-то лидер что-то рассказывает, как он приглашает, как он работает с командой. Вот я для себя фиксирую какие-то моменты, что мне интересно, что мне не хватает, что мне нужно делать. Поэтому вот заведите себе привычку, любой вебинар, любое мероприятие, вы идете обязательно с тетрадкой. Заведите одну тетрадку, да, 48, там 96 листов. И все, что касается бизнеса вашего, записывайте в одну тетрадку. Ну вот у меня, да, вот одна тетрадка. Вот она внутри исписана вся. Сегодня я начала вторую тетрадку, пока еще чистая. Ну вот несколько листов впереди. Купила несколько блоков, вот, чтобы вставлять листочки, допустим, да, потом, когда уже закончится здесь. То есть заведите тетрадки и записывайте все. Потому что все, что мы слышим, да, вот кажется, что мы это запомним. А потом раз, ну помнишь, вроде что что-то говорили, а что именно, не помним. Поэтому вводите в привычку записывать, фиксировать все самые интересные моменты. Дальше. И только выполнение четких действий приводит к четким конкретным результатам. Вот вспомните басню «Лебедь, щука и рак». Цель-то была у всех одна – ВОЗ сдвинуть с места, так ведь? Но за счет того, что каждый тянул в свое место, в свою сторону, ВОЗ и ныне там. Если вы помните конец этой басни. И теперь вспомните, как летает стрижи. Видите, да, вот эти вот авиашоу, когда самолеты летят настолько близко друг к другу. Вот меня это всегда настолько восхищает. Я думаю, как такое возможно? Но если подумать, да, это слаженная командная работа. То есть у всех есть четкие инструкции, и каждый выполняет конкретно свою инструкцию. С какой скоростью лететь, что делать, как делать. И вот именно выполняя эти действия, как раз и мы видим этот эффект. Это слаженная работа, вот когда мы видим, в небесах летают самолеты и показывают нам разные элементы. Это вот как раз слаженная работа. Ну и что же нужно делать нам, чтобы развиваться? Функциональные задачи бизнес-партнера. Первое – это приглашение. Приглашение новых партнеров. Минимум 3-4 часа в день. Можете меньше, да, если у вас получается. Вообще, ну как бы, да, поставить себе такую цель – научиться приглашать, регистрировать одного партнера в день. Вот сегодня у нас Виталий Леонтьев уже пригласил нового партнера. Таня Кашаева одного нового партнера пригласила. Катя Башмакова одного нового партнера пригласила. Да, то есть у них даже очередь сегодня стояла, чтобы зарегистрировать. Вот поэтому, вот это, да, один личный партнер в день. Вести в привычку. Дальше. Второе – это личный товарооборот 150 баллов и более. И вот это нужно научиться делать в первые дни каталога. Объясню, почему в первые дни. Вот когда вы в первые дни, первый, второй, третий день каталога сделали 150 баллов и более, вы будете думать в течение каталога, как же мне сделать 150. То есть вы эту функциональную задачу выполнили, и вы больше к этому не возвращаетесь. Вы можете добавлять потом, да, если у вас появляются какие-то заказы, там родственники вспомнили, что им что-то нужно. Но свою функциональную задачу вы выполнили. И ваша голова освободилась от этой мысли, что вам нужно делать 150 баллов. Поэтому учимся делать личный товарооборот в первые несколько дней, в первые три дня каталога. Дальше, следующее, что мы делаем, это обучаемся, посещаем вебинар. Вот об этом мы уже сегодня говорили. Читаем, смотрим видео, да, YouTube-каналы. Подписывайтесь на YouTube-каналы своих наставников, потому что там кроме того, что вам скидывают, есть дополнительные видео. Вы можете просто сами уже изучать, просматривать. Дальше посещаем вебинары по продукции, по бизнесу. Одни и те же вебинары, если вам кажется, что это одно и то же, все равно посещаем, потому что разные люди рассказывают по-разному. И следующее, это активно участвуем во всех чатах. У нас есть наши командные чаты ВКонтакте, да, у нас есть общие чаты ВКонтакте, у нас есть чаты Viber. Активно участвуйте. Мы уже говорили, активность лидера порождает активность команды. Если вы активны, то и ваши люди тоже будут активными. Так, это функциональные задачи бизнес-партнеров. И выполняем все эти действия, мы обязательно придем к тем целям, к тому, что мы себе запланировали. Потому что проект BMD21, он был разработан успешными предпринимателями, да, то есть были взяты самые лучшие моменты бизнес-систем и собраны в одну систему, в систему бизнес-модель 21 века, BMD21. И сотрудничество со шведской компанией, с косметической компанией дает великолепный, колоссальный успех. Когда я вижу, что за, буквально, да, за полгода, за год вырастают новые директора, старшие директора, золотые директора. То есть если люди это могут, то значит и мы можем. Вот кто согласен, что если люди это делают, значит и мы можем это сделать. Поставьте, пожалуйста, цифру. Хорошо, плюсики уже ставим. То есть если люди делают, значит и мы делаем. Просто нужно пересмотреть, что мы делаем, а чего, может быть, где-то не доделываем. И просто делать то, что нужно. Ну что ж, на сегодня мы с вами завершаем. Если у вас какие-то вопросы остались, да, по восьми видам дохода, пожалуйста, да, вы можете мне их в личку написать, вы можете их в лидерском чате написать. Вот. И мы, либо можете мне позвонить, и я вам уже просто объясню дополнительно, если какие-то вопросы остались. На сегодня мы тогда. Очень хорошо. Очень хорошо. Значит, было полезно, да. Поставьте, пожалуйста, цифру 7, если сегодняшний вебинар был полезен. Вот что-то новое узнали для себя? Ну, Виталий узнал. Да, это я вот точно поняла уже. То есть в голове немножечко уложилось, да, откуда берутся деньги, за что компания платит, и вообще, что нужно делать. Спасибо большое, что вы пришли сегодня на вебинар. Мы продолжаем работу. И если есть вопросы, то, пожалуйста, звоните, пишите. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok